всем привет с вами сегодня снова ли коренькова у меня на канале боку боксок у нас сегодня по плану поездка на софет дару сейчас уже конец января скоро закроется даже уже горнолыжный сезон а мы только-только туда собрались вот посмотрим что там по ситуации на вчерашний день там яркое солнце и хорошо укатанный снег сегодня кататься мы не будем на лыжах но на коньках возможно покатаемся еще посмотрим обстановку оставайтесь нами поехали ну а мы как обычно начинаем свое движение от нашего дома мы выехали по бывшей улице чехова проехали опять же мимо бывшего зеленого базара сейчас справа от нас мы проезжаем здание таджикского оперного театра театр оперы и балета он был основан в 1936 году и знаете такой интересный факт говорят что даже в годы великой отечественной войны 41 по 45 год он не останавливал свою деятельность в нем шли постановки сейчас мы выехали на проспект урдаки скоро совсем очень скоро он зацветет буйным зеленым цветом здесь будет тень и будет прохлада и будет очень хорошо летом справа забор строит новый парламент китайцы строят опять же еще раз повторюсь в таком белом цвете очень похож на какой-то такой американский стиль слева сейчас проезжаем здание педагогического университета таджикистана здесь в будние дни конечно жизнь бьет ключом здесь очень много студентов все вот они такие веселые ходят тут очень весело вообще нужно сказать что в таджикистане суббота это рабочий у многих день для школьников и для студентов это точный день учебы поэтому суббота как бы бьет ключом очень много людей на улице кто-то там делает какие-то видимо закупки рынке все это работает а воскресенье это уже такой спокойный тихий день мало людей на улице все заняты своими делами мало машин очень спокойно мы едем в сторону выезжаем из города в сторону ходжан до софет дара находится в том направлении и сейчас будем проезжать мимо цементного всем известного завода все кто арендуют дома и квартиры в городе стараются не селиться рядом с цементным заводом потому что выбросы от него конечно поражает пыль вот это цементная она седает на всем мы тем временем подъезжаем к пункту оплаты сейчас вот до нового года проезд в одну сторону стоил но с легкового автомобиля стоил три сам они сейчас это стоит 5 сам они 5 сам они чтобы перевести рубли нужно умножить на 7 это вот стоимость в одну сторону ну соответственно и выезжать ты будешь заплатишь столько же смотрите какое сегодня прекрасное небо расписное я так люблю на трассе работают служба гаи не знаю что и кого не контролируют но тем не менее контролируют мы давно очень давно не выбирались в горы вот и чуть-чуть стоило отъехать от душан б немножко подняться вверх и уже видите снег и мы уже практически доехали до софет дары въезд на территорию платные стоит 10 сам он здесь выдают чеки все мы добрались до софет дары переобули ботинки не знаю вид да нет утеплились как могли так прохладненько пока ехали по дороге уже было здесь два градуса а чего два тепла или два хода был два тепла но сейчас мне кажется не тепло ветерок сейчас покажу сколько здесь людей сколько машин так вот это все вереница машин это уже даже после этого главного хода все занято все парковки занято людей тут сегодня очень много автобусами людей привозят еще мне кажется я выгляжу как на северный полюс приехала просто степла оттуда снизу здесь сразу такой контраст хорошо что я в шубе не будет не холодно вот количество машин желающих покататься погулять и это ну как бы верхняя парковка наоборот это нижняя там еще с другой стороны машины стоят вот туда если да там на въезде на въезде обстановка вокруг чем здесь эта музыка играет прошлом ролике когда я здесь снимала играла шакира короче меня забанили на ю тубе с этой шакиры якобы я нарушила авторские права ну блин она же играла и я же специально не включала здесь построили такие домики для уличной торговли с той стороны еда такая движуха народ столько много это шумно тут я даже не знаю очень слышно вот это подъем туда на подъемнике вот такая как бы дорога как она называется бюгельная трасса не небольшая горка вот здесь вот катаются люди здесь здесь вот катаются на ватрушках сейчас пойдем подальше посмотрим это каток тоже посмотрим и сейчас какой-то концерт идет поэтому очень шумно здесь какие-то там медведи пляж это не а мишка такая здесь вход на он подъемники поехали наверх на верхней трассе в основном в общем люди приезжают здесь просто погулять я так понимаю ну там на коньках покататься потому что лыжи все-таки на первых такое не дешевое удовольствие а вторых мало кто умеет так м каток посмотрим здесь работает прокат но все нужно оформлять через карточку которая там центральных кассах покупаются вот кладешь на карту депозит а здесь потом расплачиваешься с карты вот такой каток под открытым небом ничего такой приличный лед кафешечка прямо здесь на территории здесь можно посидеть кофе попить переобуться вот людей очень много шлем выдают и коньки так из нового что здесь появилось вот открыли здесь ресторан называется буху рог мы еще туда не заходили сейчас сходим посмотрим что там такое не было в прошлом году построили здесь горка такая импровизированная просто стаскивали снег но даже наши дети очень любят здесь вот возиться на этой горе макар побежал хочет конкурсах участвовать хочет подарки смотрите канатная дорога весело тут очень громко пойдем немножко пройдемся дети там ждут конкурс макар хочет поучаствовать хочет что-нибудь выиграть какие-нибудь подарки мы пойдем походим пока по территории вот сейчас мы идем на трассу где работают подъемники здесь опять же на карточку кладешь депозит на карту в центральном офисе в кафказе с этой карточкой потом собственно тебя пропускают ну прикладываешь и пропускают тебя на подъемники это считается что ты съехал разок здесь заканчивается трасса то не сюда приезжают снимают лыжи и на подъемник он горка горка вот с этой горки катаются сверху едут так вот трасса сверху приезжает кабинка прикладывают карточку и погнали наверх все так очень красиво современно кабинки красивые удобные вот поставили лыжи поставили борды и поехали но по опыту прошлого года не знаю карточка срабатывала не каждый раз а когда ты в ботинках и идти разбираться на центральную кассу это такое себе удовольствие малоприятное не знаю может сейчас отрегулировали здесь они все эти проходки а так нужно было в тот домик идти вот в этот домик там касса выяснять отношения с карточкой туда ходили мы постоянно так пойдем мы наверное кофе уже себе приобретем а может и не кофе а может и глинтвейн посмотрим в общем 10 подъемов на подъемники стоят 180 самон в этом году такая цена сейчас мы кстати в кассы что-то мне не охота туда соваться в кассы потому что людей много все таки у нас это всем известная болезнь гуляет поэтому пожалуй сейчас поспрашиваем лучше людей что сколько стоит ой сколько сегодня народу тут вот ну в общем зашли мы вот в ресторан написано бухару но больше похоже на столовку большое пустое помещение даже снимать там не стала просто стоят столы очень много людей поэтому мы вышли пока опасаемся скажем так очень много людей болеет в городе поэтому лучше пока странно обходить людные места но перекусить можно перекусить чайок попить кофеек тепле здесь вот справа от входа санитарная зона туалеты пожалуйста они раньше были вот на этой стене здесь были сейчас сюда перенесли вот здесь продают но основной вход основные кассы там продают карточки билеты какая-то толпа детей меня отвлекла смотрите у них тут классный аниматор кстати прям вообще веселый молодец зажигает детей заводит нянька на выезде хорошо я подготовилась взяла шубу переодели ботинки теперь мне не холодно сейчас пойдем кофейку попьем важное условие приезду куда-либо сразу поесть поесть и попить иначе жизнь не мила просто в путешествие я уже попила кофе гений натурича добивает сейчас пойдем дальше гулять вот еще в прошлом году здесь не было вот этой истории контактный зоопарк открыли что пойдем посмотрим кто здесь есть барашки там какие-то так вот например как говорит табличка это помирский як ведь какой это наверное малыш какой-то нет ребеночек он что-то хочет еды какой-нибудь у меня ничего нет где тут может кто-то где-то берут еду эх красивый какой красивый носик розовый в общем так это не просто какой-то баран это вот асканийский меринос чтобы вы знали как они выглядят этот вот рогатый красавчик так мы нашли себя евгений анатольевич себя нашел я себя так где он а вот он к нам пришел вот он козерог ты малыш еще да суши это шерстка как прям какой-то какой-то норки такой шелковистый весь глянь классный какой пушистик здрасте не прям чистенький такие классные ага красивый а в этой клетке должен быть пятнистый олень но куда-то он попрятался не выходит зато козерог ой увидали как он улыбнулся нам ну-ка давай еще раз улыбочку о кормит северный олень ничего себе как они сюда попали северные олени как сюда попали нет одного рога нет одного рога ой а такие рога тоненькие у них господи как палочки какие-то прям маленькие носиком уткнулся в землю спит что ли так вот шли-шли и дошли до страусов ничего себе да реально видите какие лапы у страусов вам дорогая да он такими если боднет то это мало не покажется он не клюнет интересно ты не клюнешь Вася нет нет или ты сам еще пока не знаешь клюнешь ты или нет ну что надо сказать курорт развивается что-то вот новенькое уже каждый год здесь вот эту площадку расчистили интересно что здесь происходит здесь какие-нибудь гуляния это веревочный городок на лошадях катают вон а на дальнем плане там коттеджные домики там баня ну в принципе можно отдыхать приезжать стоит как чугунный мост пожалуйста на пони катают ну в смысле в санях на пони бедную маленькую лошадку запрягли катаются здесь вот стену оборудовали для альпинизма в принципе так интересно и вообще вот так вот веревочный городок ну страшно интересно но страшно вот каток с этого ракурса для малышей вот пингвинчики есть специальные красиво красиво тут сейчас очень хорошо хорошо что все не в заброшенном состоянии все поддерживается развивается даже я бы сказала сейчас поднимемся наверх там где бюгельная трасса и там где на лотрушках катаются посмотрим как там в этом году дела обстоят идем в зону тюбинга посмотрим как тут сегодня трасса обстоит все то же самое на общую карточку кладутся деньги здесь через турникеты проход списывается у тебя эти проходы деньги списываются вот пожалуйста катаешься вот здесь немножко ножками а потом там работает подъемник тоже становишься на него и он тебя везет медленно-медленно но верно поднимает в гору вот народ катается здесь специально натянутые сетки тормозные вот видите хопа даже с сеткой до горы долетает как высоко а там обрыв с той стороны а в прошлом году мы сюда приехали вообще этих сеток не было реально стояли мужики наверху и ловили ребят потому что легко можно было вылететь туда просто развлекуха класс вот здесь вход через турникеты опять же можно посидеть погреться в ожидании детей которые катаются ну там не только дети там и взрослые вон и кого только нет что-то они дистанцию не соблюдают в общем страсти теперь немножко панорамы а так каток выглядит это главное здание где продают билеты карточки и прокат там горнолыжный вот вот сцена тусовка веселуха вот этот вот домик это подъемники наверх которые в кабинках ездят люди очень красиво людей сегодня много здесь работает бюгельный подъемник точно так же прикладываешь карточку проходишь через турникет через турникет и там стоит инструктор помогает тебе сесть ну и как там зацепиться кто-то руками держится кто-то под попу подталкивает этот сидушку и едут это на маленькую горку относительно в основном здесь начинающий ну и дети катаются вот можно взять инструктора вот такого и вот он будет ребенка твоего сопровождать мы когда ребят ставили на лыжи брали им инструкторов в общем нам понравилось следующие выходные поедем пораньше с утра сегодня была разведка боя очень много людей это видим уже просто к обеду утром наверняка здесь не так много поэтому ташки ранее следующий раз поедем рано утром так короче софет дара жива все welcome приезжайте сами видели сколько стоит подъемник то есть если по факту у тебя свое оборудование лыжи там свои ботинки вот прокат 10 спусков 180 самон это боже мой это даже меньше чем полторы тысячи рублей представляете ну а сколько стоит прокат оборудования можно посмотреть на сайте сейчас софет дары там наверняка есть все цены просто я идти туда сейчас в толпу ну в кассу толкаться смотреть цены не буду извиняйте есть цены прошлогодние но в этом году ну судя по тому что подъемник не подорожал не знаю мне кажется и прокат если даже и подорожал то не особо вот такие дела все двинулись мы на выход у детей уже видите бегут впереди меня у них уже одни мысли о сальсе как они сейчас будут есть бургеры буррито все больше ни о чем думать не могут поэтому идут так быстро мы уезжаем софет дары приедем следующие в субботу наверное с утра так красиво тут антураж такой смотрите сколько машин стоят уже даже там не знаю в два ряда ой ну мы прямо отлично нагулялись красота не сильно холодно вообще в принципе не холодно просто ветер и без шапки и без варежек здесь конечно не протянуть ну так очень много людей в кроссовках ну так как снизу поднялись там сейчас тепло мы сегодня выезжали из Душанбе днем это было что там 12 наверное часов было 9 градусов 9 градусов ну когда светит солнце и оно уже такое весеннее классное в общем тепло то есть мы были в одних кофтах а здесь пришлось утеплиться ну супер супер отлично приезжайте ну в общем мы для себя сделали такое замечание что дорога обратно как-то дается легче и проходит быстрее мы уже вот спустились едем вдоль варзоба уже снега нет что-то погода немножко под испортилась мы выезжали когда из Душанбе было солнце было ясное такое а сейчас уже какая-то облачность вот мы едем вдоль реки река сейчас совсем не полноводная еще немножко пройдет времени будет тает снег и здесь все забурлит вот справа всевозможные не знаю здесь прямо вот по всему варзобу вдоль реки всевозможные дачи какие-то постройки люди готовятся к летнему сезону расстраиваются все это зачастую сдается либо беседочки сдаются либо можно было там целый дом снять люди летом здесь спасаются от жары потому что когда в Душанбе изнуряющая жара здесь конечно очень прохладно так это у нас аквапарк Кули Душанбе тоже откроется с 1 июня все аквапарки открываются в Душанбе он сейчас расстраивается вот сейчас будем проезжать через забор будет видно что-то они тут какую-то новую территорию видите техника работает новую территорию осваивают что-то там такое пристроят еще не так огромные в общем-то вот это вот еще вот это вот здесь вот на первом плане эту территорию осваивают здесь что-то еще будет здесь было озеро но что-то они его там переделали вот мы как вниз спустились уже в Душанбе смотрите какой-то смог погода под испортилась что-то непонятное какая-то ну через камеру не видно такое ощущение как будто как дымка какая-то вот ну как будто бы дышишь как будто ты в тумане в таком находишься а вот смотрите что-то мы вообще не поняли какое какая-то сходка байкеров на лошадях байкеров на лошади пересадили смотрите они прям вот мы так проехали много их было и вот вдоль дороги они все куда-то вот прям такими небольшими группками едут откуда в Душанбе столько лошадей я не знаю ну скорее всего это по кишлакам наверное они как-то там насобирались потому что вот сейчас вот мы едем смотрите они вот там впереди вот тут просто эти вообще в другую сторону почему-то скачут они видимо с какого-то места где-то у них какое-то было сборище они разъезжаются вот по своим видимо домам ну я даже не знаю я вообще никогда в Душанбе лошадей не видела но на ипподроме разве что и они такие все какие-то холеные породистые прям большие лошади не то что там какие-то замызганные нет прям все качественные такие чищенные начищенные что-то такое было ну а мы едем в сальсу мы приехали в сальсу сейчас нам будет вкусно сейчас нас всех покормят очень тепло в Душанбе да прям конечно с Афиддарой не сравнить круто прям лето весна конечно же нас очень вкусно покормили в сальсе мы потом еще немножко погуляли теперь уже вернулись наконец-то домой вам огромное спасибо что были с нами в этот день что досмотрели ролик до конца подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграм там более быстрая реальная обстановка которая происходит в городе и наша жизнь там еще раз всем спасибо всем пока спасибо 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 спасибо